Джип Wrangler последнего поколения провалил краш-тест, организованный Американским страховым институтом безопасности дорожного движения. Внедорожник подвергли фронтальному удару с перекрытием 25% на скорости 64 км в час. Впервые за всю историю проведения подобных испытаний машина перевернулась на правую сторону. Ради частоты эксперимента эксперты провели повторный удар, и ситуация повторилась. В итоге общий рейтинг безопасности Wrangler был понижен до предельно низкого. Как пояснили свои оценки авторы методики, опрокидывание создает дополнительные риски травматизма, так как водителей и пассажиров может выбросить из салона. При этом джип похвалили за прочный силовой каркас кузова, а также хорошую работу подушек и ремней безопасности. Правда, размер боковой подушки был признан недостаточным. Китай стал первым рынком на планете, где начал расти спрос на автомобили. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце продажи новых машин выросли на почти 1% относительно апреля прошлого года. Для справки, в феврале китайский авторынок обвалился на 79%, а в марте на 43%. Причиной резкого восстановления стал не только отложенный спрос, но и программы поддержки автопрома. В частности, власти охотно субсидируют покупку новых машин, чтобы население меньше пользовалось общественным транспортом. Вдобавок были снижены процентные ставки по автокредитам, продлены госпрограммы на покупку электромобилей, а также отложено введение жестких эко-норм China 6 для легкого коммерческого транспорта. В других странах мира апрель принес падение продаж от 11, как на Тайване, до 100%, как в Италии, Индии и Великобритании. Компания Nissan готовит новый план развития бренда. Фундаментальный документ планируется представить публике через несколько недель. Однако агентство Reuters удалось разузнать некоторые особенности будущей стратегии. Также журналисты уверяют, что японская марка сосредоточится на рынках Японии, США и Китая. Европа, Индия, Бразилия, Мексика и Россия будут считаться менее приоритетными. В этих регионах Nissan сократит штат сотрудников, модельный ряд и производственные мощности.